Приветствую всех на канале. В этом видео решил объединить несколько автомобилей с быстрыми ремонтами. Это достаточно частое явление в нашей работе, но все же думаю будет интересно. И если у вас будет желание высказать свое мнение по этому поводу, то напишите в комментариях. А вот так вот под капотом выглядит этот Cadillac. Так, мотор стоит 2 литра турбо, еще и гибрид. Машина очень крутая, выглядит очень круто. Здесь под капотом находится один бачок расширительный для мотора, один для гибридки зарядника и для батареи находится в багажнике. Вот так они раскидали эти бачки и третий бачок вообще не видно. На вольте он находится тоже под капотом и на нем стоит металлическая крышка, которая показывает, что открывать ее не стоит. Здесь же они решили этот вопрос кардинально, спрятали его от глаз. А вот и Chevrolet Volt первого поколения. И здесь как раз все три бачка идут под капотом. Один бачок, второй и третий. И на вот этом бачке стоит вот эта вот пломба или предохранительная... Как ее назвать? Короче говоря, стоит этот предохранитель, который показывает, что откручивать его не надо. И чтобы его открутить, нужно его отгибать. Но если здесь выходит жидкость, значит она выходит, возможно, в батарею. И поэтому если сюда здесь жидкость уходит, то просто так открутить бачок и залить всю эту жидкость нельзя. Может, конечно, она где-то вытекает на патрубках, но также она может идти в батарею. Поэтому есть целый алгоритм, что необходимо сделать в случае появления этой ошибки. Это в первую очередь проверить уровень, в вторую очередь открутить заглушку, вернее снять заглушки в батарее. И в третьей это уже перепрограммировать, если там все нормально. Но частенько бывает, что просто оканчивается программированием. Но бывали случаи, когда и антифриз был в батарее. Редкий, но бывали. Поэтому вот такая вот ситуация. И на Кадиллаке решили этот бачок не эту пломбочку поставить, которую можно отогнуть, а кардинально пойти спрятать его. А вот где располагается расширительный бачок для батареи на Кадиллаке СТ-6. Добраться к нему можно вот через вот это вот окошко. Вот там находится бачок. Не знаю, будет видно его или не будет. А заливная горловина под вот этой вот полкой. А вот сама батарея, где находится. Из батареи вольтовская, вернее элементы вольтовские. Но находится она в багажнике. За счет этого весь багажник съелся, но батарея находится не в салоне. И вон сверху видно заливная горловина, через которую заливается антифриз в бачок расширительный для батареи. Автомобиль к нам попал с частой проблемой для Chevrolet Volt первого поколения. Ошибкой по сопротивлению изоляции. А так как Кадиллак по сути это Chevrolet Volt, то и алгоритм работы аналогичен. Необходимо проверить уровень жидкости в бачке, проверить исправность датчика уровня антифриза, проверить фактические параметры сопротивления и в случае если все соответствует норме, то обновить прошивки блоков. Я уже делал видео с этим процессом, поэтому в конце видео оставлю ссылку на прошлое видео. Если кому-то будет интересно, то можете перейти и посмотреть. Добраться до бачка не получилось, поэтому мы просто перепрограммировали его и все удачно получилось. Автомобиль уже заряжается. В общем, сейчас соберем салон и выпустим автомобиль. Так, все. В общем, диагностику мы здесь закончили, ремонт закончили, поэтому можно все забирать. Приехал автомобиль Chevrolet Volt и ошибка была по перегреву инвертора. И вот видно, что номерной знак закрывает все охлаждение. Вот стоит такой Chevrolet Bolt и номер выше решетки и не закрывает. Из-за этого автомобиль просто перегревается. Сейчас на улице 32 градуса и пока был включен компрессор кондиционера, вентилятор охлаждал радиатор, перегрева не было. А когда выключаешь кондиционер, вентилятор выключается и начинается перегрев. Вот так вот и можно убить инвертор. Дело в том, что как раз за этой решеткой стоят люверсы или жалюзи. Они автоматически, в зависимости от температуры, открываются или закрываются. И если решетку чем-нибудь закрыть, то охлаждения будет недостаточным. Вот стоит три болта. На обеих болтах открыта решетка, на одном закрыта. Ну и на Mercedes тоже открыта. На Mercedes охлаждение идет через верхнюю решетку, где сама эмблема Mercedes. Это видео не по ремонту, а больше по эксплуатации автомобиля. Вот к нам обратился владелец Chevrolet Bolt. У человека какая проблема? Периодически выскакивает ошибка по электроусилителю руля и по усилителю тормозов. Периодически пропадают тормоза. Педаль становится тугая. Но сейчас у нас этот дефект не проявился. Ошибки были. Я их стер. Покатались. Дефекта нет. Все работает отлично. И почему это видео не по ремонту, а по эксплуатации? Хочу просто показать несколько моментов, которые немножко убивают автомобиль. Первый из них автомобиль к нам приехал без защиты. Здесь на Chevrolet Bolt стоит такая пластиковая защита, которая закрывает все днище, вплоть до батареи. Вот у нас батарея стоит. И эта защита идет аж на батарею. Так вот, этот автомобиль эксплуатируется без защиты. И здесь вот у нас провода на помпы идут. Либо водяные насосы. Как иногда в комментариях пишут, что когда я называю помпу помпой, говорят, что это не помпа, а водяной насос. Но это не суть важно. Вот у нас эти помпочки. Провода висят. Вторая помпа. Разъем силовой. Второй силовой разъем, который идет на хитр-сигнальные разъемы. И здесь все это открыто. То есть вся грязь, весь абразив летит напрямую на батарею. Поэтому вот этот вот висящий провод с хитра, который тоже висит вот в самом низу. И естественно эти провода тоже, к сожалению, современные провода не отличаются стойкостью изоляции. Они растрескиваются и попадает вода, начинает гнить. Поэтому вот эксплуатация автомобиля, современного автомобиля, не только электрички, но и любого другого, приводит к вот таким вот неприятным последствиям. И сейчас покажу, что под капотом. Вот здесь тоже видны следы воды с грязью, с песком. Все это здесь у нас имеется в полном объеме. Сейчас отпущу автомобиль и покажу, что под капотом. Так, вот у нас здесь под капотом тоже грязь, пыль. Разъемы, понятно, они защищены. Но тем не менее, как я уже сказал, что провода современные не такие, как на старых автомобилях. И вот что еще меня немножко поразило, что в корпусе, вернее в блоке предохранителей, был кроме песка еще и водичка. Вот видно разводы вокруг предохранителей. И эта водичка будет и внутри. Она будет приводить к окислам на вот этих контактах для предохранителей. Вот что-то здесь уже непонятное. Предохранитель деформирован. Возможно, он уже греется и пластик начинает плыть. И неудивительно, что здесь у этого предохранителя мощного 40-амперного нет крышечки верхней. И неудивительно, что этот блок будет здесь, вернее, что этот автомобиль будет глючить. Потому что здесь везде грязь, песок. Здесь уже вот что-то делалось. На медной проволоке скручено здесь тоже вот под силовым 12-вольтовым проводом окислы. Вон там окислы. То есть вот этот блок, по сути, нужно полностью снимать и отмывать. Вот. И там уже окислы. То есть здесь окислы везде. Электрички, они, в принципе, достаточно надежные. Кусочек фара. Пластика фара. В общем, электрички достаточно надежные, но в предложенном уходе за ними. Когда ухода за ними нету, то автомобиль превращается с надежного автомобиля в сплошное мучение. Вот такая вот ситуация. Поэтому буду сейчас рекомендовать владельцу снимать этот блок. Чистить, либо же просто его нужно будет менять. В общем, вот такая вот проблемка. Здесь, видимо, было какое-то повреждение, потому что вот шпилька тоже повреждена. То есть, кроме того, что здесь грязь попадает, машина еще, скорее всего, сюда была ударена. А вот так себя ведет педаль тормоза. Очень напоминает ту же ситуацию, которая была на Ягуаре I-Pace, когда был севший 12-вольтовый аккумулятор. Что тогда у нас не хватало напряжения, что у нас сейчас есть ошибка по нехватке напряжения. Низкое напряжение в цепи питания. И вот как раз блок предохранителей явно может этому способствовать. Поэтому нужно будет заменить блок предохранителей, либо разобрать и перечистить его. И дальше тестировать. Было принято решение поставить сюда другой блок, бэушный, но в хорошем состоянии. А этот блок, дело в том, что эти окислы, они везде. И они могут быть и на переходах платы, и на чем угодно. Поэтому решили этот блок уже не мучить. И поставили другой блок сюда. Теперь нужно будет понять, почему сюда в него вода попадает. Здесь видно, что пластик не стоит на месте. Это нужно все снять и перепаковать. Потому как вода течет, будет течь везде и не туда, где надо. В общем, будем тестировать ее. Сейчас у нас хорошая погода, дождя нет. Будем тестировать и смотреть, будет ли проявляться дефект или нет. Приехал к нам Nissan Leaf 2015 года. Это Azee 0. Как бы вообще не планировалось по нему снимать видео. Но хочется сказать несколько слов по поводу того, почему все-таки защита, пусть это будет не металлическая, а пластиковый пыльник, но все равно нужна. И я уже, конечно, предварительную диагностику сделал. И хочу этим поделиться с моими зрителями, зрителями нашего канала. Может быть, кому-то будет интересно. И почему я считаю, что, во всем случае, после этой ситуации, считаю, что все-таки защита, хотя бы пластиковая, нужна. Как бы ничего у нас такого необычного в этом автомобиле, на первый взгляд, нет. Владелец обратился с тем, что у него загорелся восклицательный знак и система ESP. И тормоза при этом есть, все. Не знаю, насчет АБС не спросил. Но что случилось? Владелец утром выехал, поехал, раздался какое-то дребезжание по левой стороне. И загорелись эти ошибки. Он посчитал, что это типа как АБС работало. Несколько дней покатался и приехал к нам на диагностику. Вернее, он уже приезжал на диагностику. Я прочитал ошибки, но в тот момент было много работы. И поэтому машину взять работу не смогли. Записали ее на какой-то день. И вот как раз этот день настал. И автомобиль сейчас у нас в работе. Так, что из ошибок у нас? Pressure Sensor Circuit, Brake Control System и Pressure Sensor. В общем, вот такие вот ошибки. И если по этим кодам ошибок, то мануал рекомендует прозванивать цепи. В общем, короче говоря, заниматься проводкой. Если все нет, то тогда уже менять блок усилителя. В общем, соответственно, захотел поднять капот и посмотреть, что под капотом. Вот сейчас все это покажу. Так, вот так у нас выглядит подкапотка лифа. И смутило меня то, что на датчике давления, который находится под цилиндром, нету провода. Нету провода, при этом сам разъем висит. Провод куда-то делся. Ну, бывает такое, что провода сгнивают, падают. Но смущает то, что здесь под капотом воняет какой-то сыростью и какой-то, ну, такой неприятный, как это даже описать, не знаю, неприятный запах. И обратил внимание, что все трубки, аккумулятор, разъемы, провода, вон, все в каких-то, в каком-то налете. В волосах или еще что-то. С этой стороны iBooster тоже он весь какой-то коричневый. При этом с этой стороны серенький, обычный, естественно, вид. В общем, по этой стороне все какое-то не такое, как, ну, как минимум, как с этой стороны. Здесь обычное нормальное состояние автомобиля. Никаких дискомфортных ощущений не вызывает. Здесь же все вот такое, вот какое-то оно непонятное. При этом на капоте тоже, в месте, где ПДМ заканчивается, тоже есть какие-то непонятные брызги. В общем, вот так вот. И сейчас поднял машину, покажу, что снизу увидел. Здесь то же самое. Видно, как что-то растянулось здесь. Единственное, радует то, что здесь нету крови. То есть это не какое-то животное, потому что кровавых следов нету. И это меня в этом смысле очень сильно радует. Потому что, возможно, здесь мог кто-то залезть, сидеть, и автомобиль, а электричка, она трогается бесшумно. Появляется какой-то свист, и по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, когда двигатель запускается, это может спугнуть животное, которое там может быть. Но у электрички этого нету. Поэтому спугнуть здесь нечем. В общем, здесь по ходу дела что-то подмотало сюда, вот на привод. И видно, что здесь висят тоже какие-то волокна. И настолько сильно крутило, что даже подвернуло хомут на рейке, его завернуло вверх. То есть понятно, что автомобиль двигался вперед, и это все начало подворачивать. Все снизу, в том числе и iBooster, все покрыто какими-то волокнами. И это не похоже на траву. То есть это, возможно, какая-то шапка меховая, потому что мех достаточно длинный. В общем, радует то, что здесь нету крови и еще чего-то. И вон, собственно говоря, сам датчик висит. И висит вот провод. Ну, это изоляция пластиковая, и внутри провод. Буду доставать его, соединять с тем датчиком, и проблема будет решена. Но вот так вот здесь это все крутилось. И вот здесь виден силовой провод, которому тоже чуть пожмакало гофру. Потом вот здесь вот, на креплении подушки двигателя. В общем, что-то здесь попало, и что-то здесь крутило. А вот если бы здесь была бы защита, то этого всего бы не произошло. То есть, либо же что-то попало под автомобиль. Не буду строить догадки. Но, как уже говорил, что радует, что здесь нету плоти и крови. Это видео, еще раз говорю, не планировал снимать. Потому что обычная рядовая проблема с обрывом провода каким-нибудь, которые легко доступны. В принципе, работа здесь недолго. Но, тем не менее, вот так вот все произошло. Поэтому все-таки рекомендую, чтобы здесь стояла пластиковая защита. Как здесь стоят защитки, которые закрывают, а здесь ее нет. И, кстати, на лифе эта защита предусмотрена. Потому что вот здесь есть 3Н2, 3Н3, 3Н4. Там защита багажного отделения. Где на некоторых машинах, где на ZE0 стоит привод паркинга. И должна защита быть спереди. В общем, такое вот видео, которое не связано с ремонтом, а связано больше с эксплуатацией автомобиля. И, кстати говоря, на вентилятор тоже это все попало на клетчатку вентилятора. И может быть вибрация. Потому что она неравномерна по всем этим, по всем лопастям.